Хе-хейшки! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Неркин, добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать в новый Майнкрафт! Это Майнкрафт Эдюкэшн Эдишн, это закрытый бототест, и сегодня я расскажу всё, что здесь есть. Если вы готовы, то поставьте лайк, потому что я очень сильно старался, чтобы получить этот Эдюкэшн Эдишн и специально для вас снимаю эту новую игру. Так что ставьте лайки и погнали узнавать, что там такого. Бум! Порекомендую вам канал Мистера Майнкрафтера. Помогите ему набрать 1000 подписчиков, и он взлетит до небес, потому что он снимает ежедневно ролики по Майнкрафту и также по Майнкрафт Покет Эдишн. Много разных конкурсов, так что присоединяйся, ссылка в описании. Начнём, друзья, с того, что эту игру может получить не каждый, к сожалению, потому что это только бета-версия, это закрытая бета-версия, и она доступна только в 41 стране по всему миру, и также передана на 12 языков, в том числе и русский язык. Но, к сожалению, в России, Украине, Беларуси, Казахстане, оно не... ну, нельзя её пока что использовать, потому что не дают доступ к ней в этим странам. Я не знаю, почему, с чем это связано. Мне, к счастью, повезло, потому что я живу в Польше, я учусь в Польше, и поэтому я могу получить эту версию, я её получил специально для вас, чтобы заснять. И давайте-ка я вам расскажу про все крутые штучки, что здесь есть. Во-первых, она... она, эта версия специально разработана для школ, которых использует Майнкрафт, то есть Майнкрафт для учёбы. И сейчас я вам это всё покажу, она специально разработана, пока что в этой версии... Мне аж просто всё выпирает. Ну, только давайте начнём. Как видите, к сожалению, я не могу получить свой скин здесь, только те скины, которые здесь присутствуют, они полностью все бесплатные. Не знаю, мне показалось, что этот скин очень прикольный, такой вот скин Эндермена. Больше я такого, больше ничего к себе приближённого, к сожалению, не нашёл. Увы, увы, не нашёл. Но это, с чем мне этот скин нравится. Я не знаю, давайте с этим походим. Мне этот более-менее нравится тоже. И, видите, они все бесплатные, может, также можно убрать Стива, и также можно выбрать, как вы поняли, кого Алекс. Окей, назад вернёмся. Да, это версия, видите, 0.14.2, но не путайтесь её с Minecraft Pocket Edition. Она очень похожа. Такие же самые все настройки. Такие же самые настройки, громкость звука, музыка, уровень сложности, звука третьего лица. Ой, говорю, говорю, звук, просто вида третьего лица. Также элементы управления, в принципе, здесь всё такое же самое, что и здесь есть. Яркость, дальность прорисовки, сглаживание, дистанция визуальной частистики. Это новая, потому что нету в Minecraft Pocket Edition его. И также что? Давайте-ка перейдём. Здесь у нас что есть? Как видите, у меня здесь есть два мира. Это, в принципе, я их сегодня попробовал, сегодня потестил. Также можно, друзья, это тоже самое Realms, добавить сервер, в принципе. И также, как видите, есть здесь кнопочка импорт. Про ней я вам расскажу попозже. И давайте начнём, зайдём в мой мир. Зайдём в мой мир. И, как видите, я вам ничего не буду пока что сейчас показывать. Ничего не буду показывать. Окей. И, как видите, я вам расскажу про то, что есть здесь такое, такое вот, не знаю, меню такое вот, где есть кнопочка. Давайте я, знаете, что музыку сделаю немножко. Давайте я вырублю вообще музыку, потому что она мне не нравится. Нет, я всё ещё слышу её. Вот, теперь не слышу. Окей, хорошо. Как видите, вот здесь есть кнопочка экспорт. Если мы нажимаем кнопочку экспорт, мы экспортируем наш мир. И можем его сохранить в zip-файле. А вот тот, если я уже выйду в главное меню, и вот здесь играть, нажимаем импорт. И мы можем загрузить эту карту на другой компьютер. То есть, это специально для учителей, которые будут раздавать свои, там, наверное, домашние работы в Майнкрафте или тому подобное кому-то из своих учеников. И, ну, давайте уже зайдём, наконец-таки, в наш мир. И, как видите, я вот такой вот крутой. И вот что, сзади меня, вот что сзади меня, друзья. Это доска. Доска, друзья, доска в Майнкрафте. Это почему-то называется «Насесть в лодку», но это доска. К сожалению, я сейчас вам всё расскажу. Как видите, её можно редактировать. Её можно написать что угодно. Также есть небольшая... Это есть такая огромная доска. Есть такая вот длинная доска и также маленькая доска. Они всё называются. Это шифер, а это называется плакат. Как видите, их можно использовать. Но их можно написать что угодно и тому подобное. Это реально нифигово круто. Блин, такого нету. Вообще не было такого. И также есть такие блоки, как «Разрешить». И также такой же блок, как «Запретить». «Запретить» это блоки, которые... Ну, смотрите, я сейчас нажму на него. И... Видите, если я... Я не, кстати, не могу вроде бы поставить пока что. Да, я вам сейчас объясню всё. Если же мы эти блоки возьмём и поставим вот сюда, то на этой территории нельзя ничего будет строить, ломать и тому подобное. Если же мы возьмём, понятное дело, блок «Разрешить» действует наоборот. Если мы построим вот здесь какие-то... Поставим эти блоки, то эти блоки на этих... Ну, и на этой местности можно будет что-нибудь строить и тому подобное. Так, давайте-ка приступим к этому заборчику. К видите, этот заборчик называется «Граница». Границу я пока что не могу поставить. Сейчас вам всё детально объясню. И, к видите, если я нажму на эту границу, вот таким вот образом, то вы услышите странный звук, как будто блокирует нас что-то. И также под этими блоками мы тоже не сможем ничего отойти. Внизу и вверху мы не сможем ничего строить по этой границе. Это, в принципе, очень всем понятно. И также не сможем пройти через эту дверьку. Такой вот небольшой проём. Мы не можем, видите, я стою сюда и я не могу. Да, вот здесь можно пройти, понятное дело. И вот здесь тоже нельзя пройти, видите? Нас всё блокирует. Также добавлены новые NPC, которые говорят... Я добавил NPC, который называется «Афанасий». Афанасий. И привет, меня зовут Афанасий. Ставь лайк этому ролику и подпишись. Так что послушайте Афанасия и сделайте так, как он сказал. Также, если мы нажмём на «Подробнее», мы можем здесь вставить ссылочку. И откроется ссылочка на мой канал. И, друзья, самое классное, что вы очень давно-давно ждали. Это управляющий портфоли... Это камера. Камера, друзья, это камера. Давайте мы поставим камеру вот здесь таким образом. И смотрите, у меня есть даже управляющий портфолио. Давайте я это пока что всё уберу. Плохое то, что мне не нужно. Не нужно. И смотрите, что я сделаю. Смотрите, что я сделаю. Нажимаем. Оп, оп, оп. И давайте так вот, посмотри вниз так вот. Опа. И мы получили фотку. Открываем наше портфолио. И, как видите, здесь даже можно, как в Инстаграме, делать какие-то надписи. И у нас здесь есть скриншот. Друзья, вы прикидаете, насколько это офигенно. Насколько это офигенно. Смотрите. Давайте мы сфоткаемся вместе с Афанасием. Давайте вот мы его поставим вот эту камеру таким вот образом вот сюда. И нажимаем её вот сюда. Она повернётся. И давайте я сфоткаю с Афанасием. Такое вот. Эй, селфи с Афанасием. Отлично. И также я открываю, и она получается вот здесь. Супер шикарно. Мы также можем их удалить, написать что-нибудь другое. И также экспортировать портфолио. Если мы сделаем экспортировать портфолио, эти все файлы, которые мы сфоткали, сделаются в zip файле. И мы их сможем разархивировать, расшаривать кому-то, скинуть и тому подобное. Это нифигово круто. Добавлены камеры. Вот как выглядят наши камеры. О, боже мой. Давайте я сделаю вот так. Тык, 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 тык. И фоткайте меня четверо. Что, что, что с фотографией? Почему здесь я закрыт? О, жесть. Круто. Но ничего страшного. И это портфолио может открывать и тому подобное. Также, друзья, вы много спрашивали, когда же добавят в Minecraft Pocket Edition, и как же будут выглядеть команды в Minecraft Pocket Edition. Я, в принципе, подозреваю, что они будут выглядеть вот так вот. Смотрите. Смотрите, друзья, какие крутые команды. Которые, я не знаю, это даже контекстное меню, которое можно выбрать. Game Mode, также работает Tab, Creative, SC, то есть, как бы, сокращенно S и C, то есть, от Creative и Survival также. Это, не знаю, не знаю, не знаю, вам нужно, где сколько передать. Ability. Давайте я вот введу сейчас Ability, и подробненько вам все расскажу. Ability. Потом дальше Nerky. Ну, почему-то, я не знаю, почему-то мне ввезут такой никнейм. Дальше World Builder, то есть, как бы, я смогу в этом мире строить. И также пишем, что, понятное дело, что true. И я получаю свою способность, которая крутая. И теперь, друзья, я смогу взять этот блок, запретить, и поставить его вот сюда. То есть, как бы, теперь у меня есть право строительства. И также возьмем, например, разрешить. Вот здесь разрешить. Понятное дело. Ну, вот так вот сделаем. Вот так, чтобы вы понимали. И вот здесь запретить будет. Вот так вот будет нас связана эта фигня. И также давайте-ка мы возьмем с вами неигровое существо. То бишь, это NPC. Вот этот NPC Афанасий. Давайте-ка мы его поставим вот сюда. Видите, он странно выглядит. Но если мы нажмем на него левой кнопкой мыши, мы можем написать ему имя. Например, давайте напишем ему Nerky. Nerky. Так, Nerky. Так, окей. И также можем выбрать ему скин, который мы захотим. Вот, например, я не знаю. Вот, зелененький мне нравится. Подробнее тут можно ставить ссылку, который вы хотите. И здесь текст можно написать. То есть, что вы захотите, можно то и написать, друзья. И видите, это Nerky и Афанасий. И они сейчас будут общаться. Ну, понятное дело, что камеру я вам уже показывал. В принципе, здесь ничего. Смотрите, когда я в режиме World Builder, я могу проходить сквозь эту стену. Я могу ее рушить, ломать, ставить таким вот образом. И также могу с помощью нее внизу-внизу все копать. И это шикарно. И давайте я расскажу про сесть в лодку. Понятное дело, что это не сесть в лодку. Это наша доска. И если мы нажмем на нее, сесть в лодку называется, мы можем написать, что мы заходим на этой доске. Как прям вот я написал описание своего канала, как видите. И оно будет отображаться. Также будет отображаться плакат, который мы можем, не знаю, написать что угодно, что угодно. Это офигенно выглядит. Реально очень офигенно. И также вот такая вот штука, которая называется шифер. То есть, это маленькая-маленькая доска, на которой мы можем написать что угодно, то же, что мы хотим. К сожалению, картинки туда нельзя вставлять. И, в принципе, больше такого я ничего крутого не заметил. Давайте-ка мы опять же-таки возьмем, пропишем ability. Так, ability, nerkin, дальше world builder и false. Окей, как видите, способность обновлена. И теперь я, к сожалению, не могу ставить ничего. То есть, ни границ, ни тому подобное. И давайте зайдем вот сюда. И смотрите, вот здесь я смогу поставить, давайте вот, я не знаю, давайте возьмем какой-то любой блок, замшелые булыжники, каменные кирпичи. И смотрите, я могу здесь ставить, вот здесь могу ставить, вот здесь. А вот здесь, видите, я не могу поставить. То есть, вот здесь такое вот запрещенное. То есть, как бы, я даже не знаю, это, в принципе, работает как приват на сервере. То есть, то есть... А, это, это грипп, я испугался уж. И смотрите, я не могу ничего здесь поставить. То есть, только вот здесь-то, где на блоке, которые разрешенные, можно ставить. И, таким вот образом, будет дальше развиваться этот Майнкрафт. И в этом Майнкрафте, понятное дело, что будет развиваться какой-то школа. То есть, как бы, можно сделать свой класс в Майнкрафте с такими вот преподавателями. Это для маленьких детей Это будет очень офигенно Потому что многие любят Майнкрафт И многие любят учиться И можно это приятное с полезным совместить То есть как бы играть в Майнкрафт и учиться Это реально придумали прикольно разработчики Видите, вот здесь я уже не могу ничего пройти Вот здесь не могу пройти, к сожалению О, черт То есть как бы в этом, прямо до конца мира Я не смогу, наверное, пройти Нет, тоже не смогу, смотрите, я не смогу пройти Тоже, как видите, я не смогу себе пройти И так же, друзья, таким вот образом здесь все работает, пока что здесь команды блоков тоже нету, к сожалению, если не ошибаюсь, ну-ка а давайте-ка мы введем команду gif, nerky а видите, тоже учитывается верхний регистр, понятное дело и наверное нету, к сожалению, команд блоков, друзья ничего здесь нету, вот border block этот понятное дело, border block ну то есть, все-все то же самое, но вот как примерно будет выглядеть, я думаю, команды в Minecraft Pocket Edition, это будет нереально круто, и мне кажется что вот здесь мы можем уже с вами заканчивать друзья, потому что на этом все с вами был я, nerky не забывайте, давайте я введу time time set не say, а day окей, отлично, set day и выйдем, и на этом все, друзья с вами был я, nerky подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и как вскоре времени, как сможет выйти открытый бата-тест этой игры, я сделаю об этом видео и вы сможете тоже поиграть в это в этот Minecraft, потому что это реально круто Minecraft, кстати, можно много видео интересных поделать разных крутых, так что ставьте лайки друзья, комментируйте и не забывайте видите, что в описании есть музыка в конце доктор Дре, и вот пишет название этой песни, так что не нужно записать это в комментариях я вас всех очень сильно люблю ставьте лайки, как говорит наш Афанасий всех люблю, всех целую, всем пока-пока-пока-пока-пока-пока намного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok